Если говорить о повестке устойчивого развития, на мой взгляд важно осознавать, что это одновременная идеология и новое определение целевой функции бизнеса, которое во многом определяет иначе критерии, что является этичным, а что является неэтичным. Понятно, что когда мы наблюдаем большой слом очень многих систем, которые традиционно работали в бизнесе, и в первую очередь в очень многих направлениях кооперации, нужно решить, в какой кооперации и с кем мы будем двигаться дальше. И здесь, мне кажется, опора все-таки на ценности устойчивого развития поможет сплотить и внутри региона, и в тех международных взаимодействиях, которые все равно останутся у нашего бизнеса, людей, разделяющих те смыслы, которые фундаментально-то они очень общечеловеческие. То есть устойчивое развитие – это же не просто там давайте ветряки построим. Устойчивое развитие – это о том, как, грубо говоря, не прожить авансом наследие будущих поколений. И особенно в ухудшающей геополитической обстановке, ну, как не думать об этом, потому что в конечном итоге ради всего чего все это. Поэтому, мне кажется, что, как и любой кризис, это вопрос выстраивания доверия, формирования команды единомышленников, ну и в первую очередь ответа самим себе на вопрос, а ради чего мы вообще это все делаем. Повестка переориентации на рынки развивающихся стран, ну и Китай уже как бы не поворачивается язык назвать развивающимся, но, тем не менее, на новые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона существовало задолго до обострения геополитических противоречий. В принципе, потребление нефти в Европе не росло последние 10 лет. И мысль о том, что, как бы, если мы хотим расширять, модернизировать промышленность, нам нужно смотреть и выстраивать отношения на восток, были давно. Другое дело, что сейчас они получили дополнительный толчок и, как бы это сказать, горизонт времени, в течение которого такую трансформацию предстоит реализовать, он достаточно сильно поменялся, скажем так. Ну, как известно, русские медленно запрягают, быстро едут. И здесь я надеюсь на то, что эти сильные стороны, в том числе наших управленческих кадров, проявятся в полной мере. В принципе, ведь все эти изменения всего шесть месяцев назад произошли. Поэтому разумно полагать, что в таких отраслях, как энергетика, как магистральный транспорт, мы не можем ожидать, что прям вот по щелочку. Мне кажется, что планов уже громадье. Надеюсь, что мы говорим о горизонте 2-3 года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!